Одна из серий замечательных задач, вот этих игр на графах. Ну, немножко, конечно, мурочноватая игра, с выстрелами, но ничего. В тысяче одной задачи, в качестве тысячи первой, самой последней задачи, приведена такая, не по кругу, а там в ряд окопы. Ну, на самом деле, это можно решить для любого количества окопов. Давайте я возьму вам тоже для шести окопов, да? В ряд шесть окопов. Но на этот раз переползать после выстрела можно, хочешь налево, хочешь направо. И можно там несколько раз налево, в общем, в любом порядке переползаем на одно расстояние. То есть в соседний окоп направо или налево. И залп только в один выстрел. То есть стреляем в один окоп, после этого враг перепрыгивает в соседний. Если он уже в крайнем окопе, то только сюда. Если в этом крайнем окопе, то только сюда. А если скажем здесь, то можно сюда, можно сюда. И здесь нет правила, что нельзя стрелять туда, куда уже стрелять. Можно стрелять, можно в нескольких раз в один. Сколько хочешь. Ну, разумеется, требуется лишь поменьше, да? То есть старайтесь все-таки, чтобы это было не тысячи и не миллион. Ну, реально, десяток, два десятка в левом классе. Дальше. Второй осво. Хорошо, один-один, дальше. Потом он по второму окопе. Потом он в первом. А, потом он по второму, как нельзя. Хорошо. Три, два. Три. Два. Два. Все. Ну и так далее. А у вас есть доказательства того, что враг погибнет? Да. Давайте диктуете свой путь. Хотя я уверен, что он у вас какой-то такой случай недовольный. Я уверен, что... Давайте. Один, два. Один, два. Один, два. Три, два. Четыре. Три, четыре. Пять, шесть, пять. Пять, шесть, пять и шесть. Ну, что я могу вам сказать в ответ? В ответ я вам могу сказать так, например, пять, шесть, пять, шесть, пять, шесть, пять, четыре, три, два, один, два, один. Ну, ребята, можно все занятие потратить, потому что вы даете мне более-менее случайную, после чего я, конечно, там или придумаю, или там через несколько минут придумаю. Но когда-нибудь придумаю. Начать решение надо не с того, что взять вот эти шесть окопов и придумывать, а надо рассмотреть какие-то простые случаи. Когда один окоп? Ну, тогда все понятно. В него выстрелили и все. Когда два окопа, а это уже интереснее, тоже несложно, но это надо решить. А потом, а потом три окопа и так далее. Только когда вы реально разберетесь с небольшим количеством окопов, можно будет двигаться дальше. Шесть – это уже достаточно большое число, чтобы вы запутались. Надо стараться сначала понять идею, а для этого надо посмотреть небольшое. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше что? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Но, но, вот вы захотели сразу решать для шести, и поэтому не поняли основную выставку этой задачи. Я вам сейчас легко объясню, как я строю пример. Смотрите, здесь есть такой момент спектра, шесть и один. Замечательно. Пусть у меня живет во втором окопе здесь, а, например, в первом окопе здесь. Смотрите, что тогда будет. Здесь будет три, четыре, пять, шесть, пять. А здесь будет два, ну не знаю, что хотите. Хотите один, хотите три. Все из вас, кто знает, что числа бывают четные и нечетные, заметили, что на самом деле, чего я сумел сделать. Эти числа всегда разные четности. А числа разной четности, они не работают. Поэтому вот эта ваша идея, выстрелил бы я в один на четыре пять шесть, а потом заму в один на четыре пять шесть, не сработает. Просто из-за четности. Я еще раз повторяю, разберитесь сначала с задачей для небольшого количества окопов. Разумеется, выйти можно любому. И разумеется, это надо просто делать спокойно. Там может быть миллион причин, а почему вам надо выйти. Надо просто спокойно никому, что называется, не мешая. Даша, что? Легистерой ты придумал? Два, два, три, три. Для четырех вы придумали. Два, два, три, три. Ну, давайте проверять. Вот у меня есть четыре окопа. И вы предлагаете стрелять так. Два, два. Три, три. Ну, давайте смотреть. Если в начале наш враг в первом окопе, то он сразу выгибает. Почему? Потому что он переползает во втором и его уничтожает. Отлично. Если наш враг в втором окопе в начале, то его уничтожают сразу. Его уничтожают первым крестом. Если наш враг в третьем окопе, то он при первом выстреле, либо после первого выстрела переползает в двойку, и тогда его уничтожают. Или же он переползает в четверку. Такое возможно. После чего он переползает в тройку? В тройку. Нет. После чего он может переползти в двойку. Вот она, последователь. Ребята, сначала он был в четвертом окопе. Сейчас я в третьем. Нет, в четвертом окопе. Четыре, три, два, один. Потом три, потом два, потом один. С тремя окопами. В последовательность два-два. Это действительно правильно. И это я очень прошу всех записать. Потому что это на самом деле первая точная мысль, которая у нас здесь подключалась. Если три окопа, то просто в центральный окоп два раза подряд стреляем. Почему? Потому что если он там был в начале, то мы его сразу уничтожаем. А если он был в одном из двух крайних, то он переползает в середину, и мы его уничтожаем. Отлично. Так, у вас не все. Это неинтересно. Потому что он за два выстрелы сумел сделать. Нет, нет, нет. Да, у вас. С четырьмя окопами. 2-2-3-3-2. Так. С четырьмя окопами у вас новая фиксия. Давайте проверять. Два-два-три-три-два-два. Два-два-три-три-два, да? Так, я разве не смогу? Четыре-три-два-два. Так, очень интересно. А может, я все это смогу? Я сейчас анализирую на самом деле не лучший способ. Но если я начну анализировать разумным способом, то тогда вы слишком быстро все поймете и решите. Поэтому давайте я буду анализировать сначала. Итак, если мы в начале, в первом аккопе, то переползаем в второй и еще. Если мы в начале, во втором аккопе, то у нас просто сразу уничтожают. Если мы в третьем аккопе, то переползаем либо во второй, и тогда нас уничтожают, либо в четвертый. Из четвертого аккопа переползаем в третий. И на отлично даже автопу в третий. Остался последний вариант. Из четвертого аккопа в третий. Из третьего квавриатра. Либо в четвертый, либо во второй. Да? Нет, второй живой. Второй живой, я Андрей попил. Вот. Дальше, 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 дальше. Из второго аккопа либо идем в первый, и потом вот второй, и нас уничтожают. Либо из второго аккопа идем в третий. Из четвертого, и даже в третий. И тогда нас уничтожают. Слушайте, это решение. Два, два. Дри, три, два. На самом деле, это решение не лучшее. Можно было для четырех аккопов обойтись в меньшем количестве. Да, Вашка? Один, три, два, четыре, семь, пять. Нет. Для четырех аккопов можно было обойтись в меньшем количестве. Да. Да. Я начинаю с четырьмя ударами. Два, 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 три. Два, 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 три. Это просто неверно. Давайте я сейчас. Два, 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 три. Давайте я сейчас попытаюсь объяснить. Три, четыре, три, два. Ну, например. Три, четыре, три, два. А четырьмя выстрелами все равно можно. Три, два, два, три. Действительно, все здорово. Если мы в начале в первом, то оказываемся во втором и все. Если в начале во втором, то оказываемся или в первом, или в третьем. Если в первом, то следующим же входом во втором и все. Если в третьем, то мы либо во втором, либо же в четвертом. Но из четвертого мы обязательно впадаем в третий и там гибель. Если мы в начале в третьем, то мы оказываемся дальше или во втором. Что мы в третьем сразу убиваем. Что? Мы в третьем сразу убиваем. Да, третьем сразу убиваем. Что это в логическое? Вот, да, спасибо. Если мы в четвертом, то мы сразу идем в третьем. А из третьем мы идем либо в второй, либо в четвертый и гибель. Единственное, господа, нам бы с вами понять логику. Какие все четные? Два, четыре, шесть. Не то. А вот это ошибка. Все четные, это не значит стрелять два, четыре, шесть. Не то, что вы? Два, четыре, шесть. Ребята, мы не хочем задать. Наш враг каждый раз переползает в соседний окон. А это значит, что если он начал с нечетного окопа, то следующий год он будет в четвертом, потом в четвертом, потом в четвертом, потом в четвертом и так далее. Если мы знаем четность первоначального положения, то мы знаем, что дальше она будет меняться. А вот теперь догадайтесь разумного последовательности ДА-6. Два, четыре, шесть, два, четыре, шесть, два, шесть. Не то. Вы не поняли главное. Вместо того, чтобы решать задачу целиком, на самом деле надо ее разбить на две задачи. Одна задача. Вначале он в нечетном окопе. Вторая задача. Вначале он в четном окопе. Подумайте, пожалуйста. Вот если вы знаете, что окопов у нас... Ну давайте все-таки не будем шесть, давайте возьмем пять окопов. Вначале у нас окопов пять штук. И мы знаем, что он в четном окопе. Я обрисую вот пять окопов. Пусть вы знаете, что вначале он в четном окопе. Тогда сколько вариантов всего? И что это за четный окоп? Два, четыре. Два, четыре. Куда разумно стрелять? Два, один. На самом деле, знаете ли? Давайте, например, я бы выстрелом поразим второй окоп. Тогда смотрите, сколько у вас осталось для него вариантов? Вот он вначале, если был во втором, то мы его уже убили. Три, пять. Вариантов теперь, вот переползлили бы сюда, три, пять. А давайте-ка мы его уничтожим, если он был в третьем. Сколько вариантов осталось? Семь. Вариант, что он сейчас здесь. И значит, куда мы стреляем? Он переговор куда? Четыре. Давайте просто запишем в четвертую мысль. Если был во втором или четвертом, то, вот это последовательность выстрела, его уничтожает. Давайте я повторю для понятности еще раз. Если он был во втором, то он гибнет сразу. Если он был в четвертом, то он переползает в третий или в пятый. При этом, если он переполз в третий, то он гибнет, когда мы стреляем в третий. Если же он был в пятом, то он обязан переползать и в четвертую мы его тогда в четыре. А вот теперь, смотрите, какая девесть. Если вначале он был в первом, третьем или пятом, то при первых трех выстрелах, смотрите, что будет. Вот он был не четвертым. После первого выстрела он оказался, переполз в четвертый. Он опять переполз в нечертный. Он опять переполз в четвертый. Значит, после трех выстрелов он в четвертый. Он в четвертый. А что такое четвертый? Это слово «тро-дро-дро-дро». Да, да, да. То есть, во втором или четвертый. И что мы теперь можем сделать, зная, что он во втором или в четвертом? Вспомнить, как мы его убивали. Замечательно. Стреляем. Два, три, четыре. Или для тех, кто лишние движения витовки сделать не хочет. Четыре, три, два. Представим, да? Пух, пух, пух. Ласково. Все хорошо. Сделали? Сделали. Теперь для этого скажите мне, пожалуйста, а что будет для шести? Два, три, четыре, пять. Пять, четыре, три, два. Вот она последовательность. Если в начале был во втором окопе, то что произошло? Убили сразу? Если был в четвертом или в шестом, то оказался после первого выстрела в третьем. Если был в четвертом или в шестом, то подозрительное – это третий и пятый. Если третий, то уничтожили. Если был четвертый, то переполз или в третий и тогда убили, или же переполз в пятый и тогда же больше. Если пятый, то либо переполз в четвертый и при этом убили, либо в шестой и живой. И с шестого переполз в пятый и здесь убили. Обратите внимание, вот к этому моменту любое положение, когда он в начале был четный, уже он погиб. Почему? Потому что если он в начале был в шестом месте, то должен переползть в пятый. Я проверил все три варианта. Два, четыре, шесть. А вот теперь смотрите. Если он в начале был нечетный, но, например, в начале был единичка, то он перешел в двойку, мог перейти в тройку, мог перейти в четверку. То есть он к этому моменту находится в четном окон, потому что здесь стрельба была ему не страшна. Первые четыре выстрела ему абсолютно не страшны. Ну, кстати, если он был в третьем, то очень похоже. Здесь он был во втором или в четвертом. Здесь переполз в третий или в пятый. Если он был в пятом, то он был в шестом или в четвертом. Здесь все понятно. Здесь он в третьем или в пятом. Соответственно... Да, кстати, в первом тоже может быть. В общем, ребята, к этому моменту он в любом из... Я не буду полностью переставать картинку. Он в любом из четных окон. А вот сейчас он переполз. Нечетный окоп. И происходит ужасное, потому что для нечетных окопов эта штука такая же страшная, как эта для черных. Объясняю. Если он переполз в первый окоп, то пока еще вроде чего. Если он переполз в третий окоп, то тоже ничего. А вот если он переполз в пятый окоп, то убили. Замечательно. Теперь смотрим на один и три, что с ним происходит. Из один он в любом случае идет в два. Из пять он может идти... Из три он может идти в четыре или в два. Из двойки, если он идет в три, то убили. Из четверки он может, конечно, пойти... Из двойки он еще мог, да, успеть в единицу все-таки сходить. И из единицу он обязан идти в двойку. И вот, пожалуйста, сделайте такую штуку. Возьмите, что называется, половину этой задачи. Половина задачи это вот что такое. Если в начале находится в черном окопе, надо понять, что вот такая последовательность... Давайте я нарисую картинку. Скажем, восемь окоп. Раз на три, четыре. Раз, два, три, четыре. Надо понять, что если в начале находится в черном окопе, то последовательность выстрелов два, три, четыре, пять, шесть, семь, его гарантированно уничтожает. Просто проследите. Это нужно просто самому в голове. Я могу что-нибудь выписать, но это будет долго. Лучше самому его посмотреть. Итак, если он в черном, то есть во втором, каком там, четвертом, шестом или восьмом, то тогда либо уничтожили, как бы двойку отрезали, и кусочек стал короче, да? Но он мог переползти, соответственно, уже в первый нельзя, а вот с третьего по седьмой, пожалуйста. Но третий уничтожили. Значит, после этого, если он был с третьего по седьмой, а в третью уничтожили, значит, на самом деле остались только те, кто переползли из тех, кто был с пятого по седьмой. То есть пятый или седьмой. Они могли бы ползти в любой четный в четвертый, шестой, восьмой. Но четвертого уничтожили. Значит, остались только шестой, восьмой. Ну и так далее. Проанализируем. И вот после этого, после первых этих шести выстрелов, мы делаем следующее. А именно стреляем опять в седьмой. Вот в этот момент меняется четкость. Это, разумеется, не единственное решение задачи. Есть и другие последовательности выстрелов. Но мне кажется, что это наиболее понятное. А после этого проходим назад. Пять, четыре, три, два. Так, кто может доказать, что если выстрелов на один меньше, ну, например, для шести окопов мы справились за восемь выстрелов. Для восьми окопов мы справились за двенадцать выстрелов. То есть для N окопов, где N больше или равно трех, мы справились за 2N-4. Понимаете, да, почему? Потому что мы в крайние окопы не стреляем, а во все остальные стреляем по два раза. Мы справились вот за такое количество выстрелов. А вот если у меня выстрелов на один меньше, почему не хватит такого количества? Действительно не хватит, но почему? Редактор субтитров А.Семкин